Здесь представлено пару арбалетов. Это ориентировочно 13 век, общий европейский. Это реплика немецкого арбалета 15 век. К нему в комплекте идет усовершенственная система заряжания для арбалетов более тяжелого натяжения. Козья нога. Так, а покажи, как вот этот заряжался ранее и как этот. Значит, этот у нас заряжался более просто. Мы наступали ногой на стреме и натягивали тетиву. Собственно, все, он заряжен. Арбалет более позднего экземпляра с козьей ногой заряжался более хитрым образом. Мы его накладывали. Один момент. Убирали вот эту деталь, его накладывали. Наступали ногой и подтягивали тетиву. С чего? Да, у нас арбалет заряжен. Стреляли болтами. Это этакие маленькие стрелы. Они, по идее, как тяжелее, чем сама стрела. И вместо классического оперения используются такие вот, грубо говоря, кожаные крылышки. Либо их вообще не было. Доходки болтов были абсолютно разные. И система, при которых они делались... Ну, я могу показать, достать, как могли быть и без крылышек, например. Да, да, покажи. Это надо убрать. То есть, кого-нибудь выстрелят еще. Ну, вот, например, мог быть болт и без всякого, грубо говоря, оперения. Они вот, если с луком сравнивать, что дальше, что... Ну, вообще, арбалет превосходит лук абсолютно по всем параметрам, кроме скорострельности. Арбалет лучше всего показывал себя при обороне крепостей, когда можно было выстрелить, спрятаться за стену и перезарядиться. Потом опять выглянуть, выстрелить. С него стрелять было гораздо проще и точнее, чем с того же лука. А после, в более поздний период времени, арбалеты старались адаптировать и к ведению боя на открытой местности. Появляется такое защитное устройство под названием повеза. Это большой щит, который арбалетчик мог установить в чистом поле перед собой и из-за которого мог вестись огонь по противнику. Давай шмалять. Давай. Давай. Ты попадаешь или не попадаешь? Ты попадаешь или не попадаешь? Нет, я хочу отсюда.